Абаканский легкоатлетический манеж откроется ориентировочно в конце января. На объекте заканчивается укладка покрытия, доставлено практически все оборудование. Глава Абакана наградил особо отличившихся ребят за их достижения в физической культуре. Молодым спортсменам вручили благодарственные письма и знаки ГТО. Повышение минимального размера оплаты труда, увеличение пенсий, назначение универсального пособия для детей. Расскажем, что изменится в жизни россиян с нового года. Новогодние заплывы проходят в спортивной школе по плаванию Абакана. На кону не медали, а хорошее настроение и сладкие подарки от Деда Мороза. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа сегодня в студии с обзором событий дня Татьяна Крапивина. Не переключайтесь! Начнем с главного. Абаканский легкоатлетический манеж откроется ориентировочно в конце января. На данный момент на объекте заканчивается укладка покрытия. Доставлено практически все оборудование. Идет его монтаж и настройка. Сегодня экскурсию по самому современному манежу Сибири для журналистов провел глава Абакана Алексей Лемин. За Уралом у нас несколько современных манежей легкоатлетических, но поверьте мне, на сегодняшний день наш будет самый лучший. Вот и пришло время, когда по легкоатлетическому манежу спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина можно проводить экскурсии. Теперь это уже не стройплощадка, а практически готовый полноценный спортивный объект. Самый современный в Сибири. Сегодня глава Абакана Алексей Лемин рассказывает об особенностях этого сооружения, о непростой истории его строительства. Это, наверное, самый главный наш долгострой, честно скажем. Строился он более 10 лет и потраченных средств на него более 400 миллионов и львиная доля, более 350, это средства муниципалитета. То есть муниципалитет строил этот объект. Почему он строился так долго? Потому что, собственно, его строил исключительно муниципалитет на свои деньги. Но вот остались последние штрихи. Уже наносится разметка на покрытие, уже засыпаны специальным кварцевым песком прыжковые ямы, оборудованы раздевалки и тренерские восстановительные комнаты, смонтированы современнейшие тренажеры. Тренажеры импортные в данном случае, это у нас американского производства. В нашем городе, я, наверное, не знаю в таком объеме и такого качества, но будет у нас самый лучший тренажерный зал в городе. Расставлять, наверное, будем отдельно. Зал далеко не вмещает все тренажеры, которые сюда поступили. А вот система старт-финиш расположенного у манежа скалодрома вместе с автоматической страховкой уже заняла свое место. Всем этим, как и многим другим, абаканцы смогут воспользоваться совсем скоро. Вообще наша практика такая, что днем и до 6 часов вечера у нас занимается спортивная школа. В данном случае это будет школа по туризму, то, что касается скалодрома, и школа по легкой атлетике, это все, что касается, собственно, ядра лихоатлетического манежа. А в вечернее время, я думаю, что мы предусмотрим, у нас будут абонементы, как для тех, кто пожелает бегать, и так и для тех, кто будет заниматься на скалодроме. Но здесь, наверное, скорее всего, это будет с инструктором в обязательном порядке, потому что, дабы исключить травмоопасность. Рассказывать о манеже можно очень долго. Это поистине самый внушительный спортивный объект Хакасии. Однако, перефразируя известную мудрость, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Такая возможность представится абаканским спортсменам ориентировочно в конце января. К этому моменту строители закончат монтаж всего оборудования, наведут порядок с помощью специализированных уборочных машин, поступивших буквально сегодня, и торжественно передадут объект тем, для кого он строился, абаканским любителям спорта. Анзор Сабанов, Артем Амзараков, новости. В последние дни уходящего года администрация подводит и спортивные итоги. Сегодня глава абакана Алексей Лемин наградил особо отличившихся ребят за их достижения в физической культуре. Молодым спортсменам вручили благодарственные письма и знаки ГТО. Подробнее расскажет Ксения Рихлова. Вот оно, спортивное будущее республики, а может даже и страны. Эти мальчишки и девчонки не понаслышке знают о здоровом образе жизни. Постоянные тренировки, соревнования и сборы, несмотря на свой юный возраст, они готовы все свободное время посвящать совершенствованию. И как итог, высокие награды, которыми их отмечают сегодня в городской администрации. Мы с вами подводим итоги спортивного года. И если вы находитесь в этом зале, со спортивными итогами этого года, у вас все в порядке. Год у вас выдался успешно, вы достигли новых вершин. Кто-то из вас выиграл первенство Сибири, кто-то был призером первенства России, кто-то вошел в состав национальной сборной, повысил свои нормативы, стал кандидатом мастера спорта, мастером спорта. Год для вас сложился успешно. А значит, год и для нашего муниципального, для городского спорта так и сложился успешно. Маленькая Аня учится только в первом классе и уже получает золотой знак за выполнение нормы ГТО. Юная спортсменка уверяет, она хочет и будет продолжать тренироваться, чтобы и дальше показывать высокие результаты в физкультуре. Скажи, пожалуйста, а за что это тебе дали такую медальку? Потому что я хорошо очень тренировалась и очень все хорошо делала. Я хочу, чтобы вы все тренировались хорошо, никогда не болели и все были здоровы. А вот восьмиклассница Диана Мирошниченко уже не раз была отмечена высокими наградами. Сегодня у нее в руках еще одно достижение – почетная грамота за второе место на всероссийских соревнованиях по плаванию в дистанции 50 метров. Диана делится в планах на Новый год у нее выйти на новый уровень и завоевать первенство в этом виде спорта. На следующий год я планирую у нас соревнования, зоональный чемпионат у нас в марте будет проходить. А так, можно сказать, главное – это первенство России старше. Ну, я думала, хотела вообще, конечно, на Олимпийские игры, хотела выиграть. Мы с тренированием уже подрассчитали как раз 24-й год. Это уже летний, я туда могу попасть. Даже если не попаду, можно на Европу, там еще подобные соревнования. Благодарственные письма и грамоты сегодня получили 10 молодых спортсменов и 2 тренера. Впереди у них еще более высокие достижения – соревнования федерального, а то и международного уровня. Пожелаем нашим ребятам новых побед. Ксения Рихлова, Артем Амзараков. Новости. Между тем, лучшим представителям молодежи за успехи в учебе, спорте, общественной и профессиональной деятельности по итогам уходящего года вручена и премия главы республики. 25 лауреатов со всей Хакасии и в каждой номинации звучат имена абаканцев. В гимнаде Людмила обучается с первого класса и показывает только отличные результаты по всем общеобразовательным дисциплинам. Полтора года назад, в июне 21-го, Людмила Филягина становилась лауреатом премии главы абакана «Одаренным детям» в номинации «Интеллектуальное развитие». И вот под занавес уходящего года новая награда – премия главы республики в номинации «Учебная и научно-исследовательская деятельность». Девушка выбрала будущий профессиональный путь и ему не изменяет, ставит перед собой серьезные задачи и достигает целей. Этот год был очень продуктивным. Я участвовала в различных олимпиадах. В этом году стала призером олимпиады по финансовой грамотности, которая дает огромные приоритеты при поступлении в высшее учебное заведение. На следующий год у меня тоже грандиозные планы. Планирую участвовать также в новых олимпиадах, открывать для себя новые направления. И чтобы в следующем году, когда я буду поступать, у меня был большой запас портфолио и наград. В номинации «Развитие культуры» премию достойна солистка ансамбля «Звона» Анастасия Кочергина и художественный руководитель Абаканского дворца молодежи, директор фестиваля с любовью к городу Юлия Кеба. В апреле будет 8 лет, как я работаю. Я пришла работать методистом, и вот сейчас я художественный руководитель. И, конечно же, я стремилась всегда получить вот такие важные награды, потому что это очень ценно для меня, когда оценивают по заслугам твою деятельность. Потому что, проводя культурно-массовые мероприятия в нашем учреждении, люди пришли, посмотрели, хороший концерт, им приятно. Но никто на самом деле не замечает, какой труд мы вкладываем в это дело. Сегодня на этом торжественном предновогоднем мероприятии в зале правительства учащиеся школ и молодые педагоги, активисты добровольческого движения и спортсмены, молодые доктора и механизаторы со всей республики. Несмотря на юный возраст, они успешны в том деле, которое выбрали. Лучшими становятся самые трудолюбивые, самые целеустремленные. Вы сегодня здесь, поэтому хочу вас поздравить с победой, пожелать не терять задор, не терять энергию, стремление к новому, к новым знаниям, к новым идеям. Ну и, конечно, успешно воплощать их на практике, на благо России, на благо Хакасии. Поздравляю вас! У каждого из этих молодых людей еще будут высокие награды, профессиональное признание и большие личные победы. Ну а в память о сегодняшней – общая фотография лауреатов премии главы Хакасии уходящего 2022 года. Поднялась температура, заболело горло, прихватил зуб. Что делать, если в новогодние праздники начались проблемы со здоровьем? Надежда Савельева сегодня выясняла, как в январские каникулы будут работать абаканские больницы. Впереди 9 дней новогодних каникул – то время, когда у нас будет возможность провести больше времени с семьей, выехать на отдых за город. Однако не стоит забывать, что с приходом праздничных дней повышается риск возникновения травм, пищевых отравлений или обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В такие моменты людям необходима экстренная помощь. Дежурные терапевту будут принимать пациентов в Абаканской больнице 31 декабря и со 2 по 6 января. В эти же дни будет работать процедурный кабинет. Часы приема с 8 до 14. Если вам нужно попасть к дежурному хирургу, приходите либо 31 декабря или 3 и 6 января. С 8 до 14 в это же время работает и перевязочный кабинет. 6 января с 8 до 14 в Абаканской больнице будет проводиться диспансеризация. В это же время откроется прививочный кабинет, где горожане смогут вакцинироваться от гриппа или коронавируса. Центр амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 будет работать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 8 до 16 часов. Неотложку в новогодние праздники также можно вызвать на дом по номеру 306-003 с 8 до 18 часов. Врачи-педиатры будут вести прием в поликлинике на Кате Перекреченко 1Б, кабинет 109, 31 декабря и со 2 по 8 января с 8 до 16, 1 января с 10 до 16 часов. Перевязочный рентген кабинеты, а также прием детского хирурга будет осуществляться на Чертыгашево 59, корпус 3, 3 и 6 января с 9 до 12 часов. Зубная боль может испортить любое веселье и праздник. Терпеть ее практически невозможно, поэтому лучше сразу обратиться за медпомощью в абаканскую стоматологию на Чертыгашево 61. Подробное расписание можно посмотреть на сайте зубной поликлиники. Перинатальный центр и республиканская больница работают 3 и 6 января. Травматологи в празднике трудятся в режиме повышенной готовности. Они будут оказывать абаканцам медпомощь круглосуточно. Надежда Савельева, Андрей Оралов, Новости. К происшествиям. Трагедия в Абакане. Семейная пара угорела в частном доме. Накануне на улице Гоголя были обнаружены 44-летний мужчина и 52-летняя женщина без признаков жизни. По предварительной версии они отравились угарным газом. Судя по всему, супруги не открыли заслонку печи. Утром погибших обнаружила их дочь. По данному факту, следственным отделом по Абакану проводится процессуальная проверка. Кроме того, за минувшие сутки в Хакасии потушили три пожара. В Черногорске огонь охватил баню на дворную постройку и гараж под одной крышей. Внутри полыхал легковой автомобиль. Это случилось из-за ремонта газового оборудования в машине, после которого произошла утечка газа. В деревне Новокурск Бейского района сгорели надворные постройки на площади 100 квадратных метров. К пожару привел недосмотр запечным отоплением. Угоняли машины, грабили квартиры. Воры, которые в Красноярске в сентябре ворвались в квартиру за 9-летним мальчиком. Связали его и обчистили жилье. Оказались причастны к преступлениям и на территории Хакасии. Двоих мужчин задержали в Красноярске. По подозрению в совершении угона дорогих автомобилей. Сами они признались в похищении как минимум трех элитных авто. Их наглость доходила до того, что они цепляли к похищенной машине другую и в цепке отгоняли в боксы. Там разбирали и продавали по запчастям. По данным следствия, именно эти мужчины совершили нападение на ребенка в сентябре этого года. Напомним, мальчик днем возвращался домой. За ним в квартиру ворвались незнакомцы. Связали ему руки и ноги удлинителем, после чего, уложив на пол и угрожая электрошокером, ограбили жилье. Родители ребенка в это время были на работе. Выяснилось также, что один из преступников причастен к краже в нашей республике. В Хакасии виновника смертельного ДТП отправили в колонию поселения на 6 лет. Ранее судимый 39-летний житель Шира в марте прошлого года сел пьяным за руль. Недалеко от села Знаменка он не справился с управлением. Машина слетела в кювет и протаранила электропору. 35-летний пассажир погиб на месте происшествия. Известно, что в автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности. По данным республиканской прокуратуры, суд назначил виновнику аварии 6 лет лишения свободы в колонии поселения. Также с осужденного в пользу близких родственников взыскана компенсация морального вреда в размере почти 1,5 млн. рублей. В Саиногорске управление ФСБ по Хакасии ликвидировали лабораторию по производству контрафактного алкоголя. Ее в собственной квартире организовал неработающий житель города Металургов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подтверждена причастность фигуранта к незаконному обороту более тонны литров спирта и подготовке к производству 1440 литров немаркированной алкогольной продукции. Суд назначил подсудимому штраф 150 тысяч рублей. 10 лет колонии строгого режима получил 24-летний абаканец за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков в крупном размере. Во время оперативного эксперимента у него изъяли 60 граммов синтетики. Установлено, что в феврале 2022 года злоумышленник неоднократно сбывал своим знакомым синтетическое наркотическое средство. Кроме того, подсудимый незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство синтетического происхождения. На основании поступившей оперативной информации сотрудниками НКМВД по республике Хакасии в отношении мужчины проведено оперативно-развитное мероприятие «Оперативный эксперимент», по результатам которого наркозбытчик был задержан. Обнаруженное по месту его жительства синтетическое наркотическое средство и массой около 60 граммов изъято из незаконного оборота. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Абакана, суд приговорил осужденного по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В Черногорске мужчина умудрился украсть из магазина 20 головок сыра. Любителя молочной продукции уже поймали. По информации МВД, инцидент произошел в одном из дискаунтеров. У владельцев исчезли два десятка головок сыра на сумму 5000 рублей. Воришкой оказался ранее судимый местный житель. На кадрах с камер наблюдения видно, как он без особого стеснения складывает всю добычу в пакет и спокойно уходит. Подозреваемый пояснил, что сыр продал, а деньгами уже распорядился по своему усмотрению. Молодая жительница Абакана перевела мошенникам более миллиона рублей. 21-летней девушке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сказали, что кто-то по доверенности на имя горожанки оформил кредит на крупную сумму. Заем якобы уже одобрен, поэтому девушке нужно поспешить в банк, получить деньги самой и положить назад на безопасный счет, чтобы избежать ущерба. Поверив злоумышленникам, потерпевшая пришла в отделение одного из банков города и оформила на свое имя кредит в сумме более миллиона рублей. Всю сумму она отправила аферистам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Всего же в 2022 году жители Абакана лишились более 108 миллионов рублей. Вместо подарков внукам огромные кредитные долги. Черногорский пенсионер, пытаясь заработать на приятные презенты родным, неожиданно для себя самого стал инвестором и угодил в ловушку аферистов. В интернете он увидел ссылку на торговую платформу, прошел по ней. Вскоре с ним связались менеджеры биржи. Мужчина начал активно вкладывать деньги. Для этого он оформил несколько кредитов. Казалось, что все идет хорошо, ведь брокерский счет в личном кабинете активно рос. Когда прибыль дошла до 6 миллионов, черногорец решил вывести сумму, но не смог. В общей сложности потерпевший лишился 1 миллиона 600 тысяч рублей. Далее прервемся на рекламный блог, затем продолжим обзор событий дня. Создайте свой умный дом вместе с Орион Телеком. 8 800 234 40 60. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений, мытье балконов, лоджий и окон, мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 26 46 46. Новый год – время волшебства. «Водолей» дарит вам волшебные скидки на всю сантехнику, плитку и товары для отопления и водоснабжения до 30%. Счастливого Нового года, «Водолей». Зима. Самое время покупать новую шубу. Крупнейшая фабрика меха «Ангелина Сэм» снова в Абакане. Новые модели и шубы премиум-класса. Норка, мутон, астроган и многое другое. Все это ждет вас в ГЦК «Победа». Выставка продлится до 15 января. «Ангелина Сэм» уже около 20 лет реализует свой творческий потенциал. Это активно развивающееся производство, которое идет в ногу с модой. В новой коллекции 22-23 года вас ждут любимые обновленные модели шуб. Все изделия фабрики соответствуют европейским стандартам. Цены на изделия напрямую от производителя. Кроме того, всех жителей и гостей города ждет тотальная распродажа. «Ангелина Сэм» предлагает крупнейшие новогодние скидки до 70% на весь ассортимент. Но и это еще не все. У нас сейчас проходит акция «Сдайте свою старую шубу и получите скидку на новую до 50 тысяч рублей». Здесь вас ждет богатый ассортимент меха премиум-класса. Норка, мутона, астроган, керли. На выставке представлено более 3000 моделей. Кроме того, фабрика предлагает широкий размерный ряд от 38 до 70 размера. Неизменное качество подтверждает гарантия на изделие и сертификация. А рассрочка 0036 без первоначального взноса и переплат позволит купить новенькую модную и теплую шубу уже сейчас, а платить потом. Ваша роскошная верхняя одежда из натуральных, красивых и безопасных материалов ждет вас по адресу проспект Ленина, 69, ГЦК Победа, 2 этаж. Выставка продлится только до 15 января. В Новый год в новой шубе. Опасное химическое вещество фенол обнаружило русскачество в популярных среди детей игрушках. Речь идет о персонаже из компьютерной игры Хаги-Ваги. В одной из них специалисты выявили превышение фенола более чем в 4 раза. При этом большинство игрушек реализуются на рынке бесконтрольно и не обладают сертификатом соответствия, заявляет русскачество. Синий пушистый монстрик с острыми зубами с недавних пор есть почти в каждом доме, где живет ребенок. Хаги-Ваги сложно назвать привлекательным, однако все равно компьютерный персонаж притягивает внимание школьников. Сейчас мягкие игрушки, подобные этой разных цветов и размеров, продаются на рынках и почти во всех магазинах страны. Однако безопасен ли Хаги-Ваги? Большинство игрушек токсичны и в целом небезопасны для ребенка, объясняют специалисты Роскачества. 89% товаров из исследованных имеют превышение по содержанию фенола. Фенол – это вещество второго класса опасности, которое быстро всасывается, в том числе через кожу и верхние дыхательные пути. При постоянном контакте с ним ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли и головокружение. Спустя неделю после этого исследования российские маркетплейсы начинают снимать игрушку с продажи. Однако предотвратить товарооборот на рынках и в розничных магазинах практически невозможно. Поэтому Роскачество обращается к родителям. Внимательно изучайте этикетки и не стесняйтесь спрашивать у продавцов сертификат на товар, который хотите приобрести. Ведь невнимательность может стоить здоровья. Повышение минимального размера оплаты труда, увеличение выплат для неработающих пенсионеров, назначение универсального пособия для детей. 1 января 2023 года в нашей стране вступают в силу новые законы. Кроме того, специалисты анонсируют ряд изменений в ценообразовании на некоторые товары и услуги. Дарья Казак расскажет подробности. Новый 2023 год. И вместе с ним в нашу жизнь придут новые законы и правила. Будем ли мы жить лучше, покажет время. Ну а пока с 1 января 2023 года повышается минимальный размер оплаты труда. Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон о повышении МРОД. Теперь он составит 16 242 рубля в месяц. А еще в нашей стране с 1 января 2023 года устанавливается новый прожиточный минимум – 14 375 рублей в месяц на человека. С нового года в России неработающие пенсионеры будут получать повышенные выплаты. С 1 января страховые пенсии по старости для этой категории граждан проиндексируют на 4,8%. Таким образом, средний размер выплаты неработающим пенсионерам составит 21 864 рубля. Хорошие новости для семей с детьми. С 1 января 2023 года можно оформить единое универсальное пособие для тех родителей, у которых низкие доходы. Пособие будут получать дети до 17 лет включительно. Это мера, которая объединяет уже существующие меры поддержки. Если в семье несколько детей, выплаты будут начисляться на каждого. Оформить пособие можно на сайте госуслуги. Размер будет зависеть от наличия движимого и недвижимого имущества и доходов семьи. Процедура техосмотра автомобилей в России с января 2023 года станет дороже. Осенью вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы по расчету предельной стоимости тарифов на ТО, которые местные власти каждого региона устанавливают самостоятельно. Согласно анализу опубликованных документов, в среднем рост цен на прохождение техосмотра транспорта составит 57%. Самый высокий тариф установлен в Санкт-Петербурге – 1544 рубля. В Хакайсе средняя цена техосмотра сейчас составляет около 1 тысячи рублей. А еще с 1 января 2023 года отменяется 30% скидка на оплату госпошлин, воспользоваться которой можно было на сайте госуслуги. Ну а если вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения, то задолженность по нему спишется с вашего счета или банковской карты. Все будет автоматически, без бумажной волокиты, обещают эксперты. А еще телеграм-канал российского правительства опубликовал условия льготной ипотеки до июля 2024 года. Ставка по-прежнему не должна превышать 8%. Для какой недвижимости предназначена программа – расскажем далее. Итак, льготная ипотека будет доступна по ставке до 8%. Заем можно будет получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка. По семейной ипотеке ставка сохранится на уровне 6%. Взять ее смогут семьи с двумя детьми до 18 лет. Однако раньше участвовать в программе могли лишь те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. К примеру, максимальный размер кредита по льготной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. Для остальных же регионов – 6 миллионов рублей. Кроме того, российские сотовые операторы начали уведомлять своих абонентов о пересмотре цен связи в следующем году, сообщают ведомости. Два крупных сотовых оператора пояснили, что в основном речь идет об архивных тарифах. Первый об изменении тарифа своим клиентам заявила сотовая компания с зеленым логотипом на фоне роста затрат на оборудование. Стоимость месячного обслуживания может увеличиться на 32,5 рубля, либо на 55 рублей, в зависимости от тарифа. На том же уровне готов отрегулировать тарифы и другой оператор с цифрой на логотипе. Его представители подчеркнули, что изменение цены в большинстве тарифов не превышает индекса потребительских цен и проводится не чаще одного раза в календарный год. Однако по закону операторы обязаны уведомлять Федеральную антимонопольную службу о повышении цен на связь не менее чем за две недели до изменения. Такое уведомление регулятор получил пока лишь от одного оператора. В апреле Федеральная антимонопольная служба и Минцифры разработали рекомендации об индексации тарифов операторов в связи с инфляцией. Компаниям предлагается повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции – 11,98%, по данным на конец ноября этого года. Городское рейдовое мероприятие «Зима-каникулы» с сегодняшнего дня стартует в Абакане. Оно продлится 10 дней и будет направлено на обеспечение безопасности в семьях, находящихся в социально опасном положении. Работа будет организована специалистами комиссии по делам несовершеннолетних с участием различных субъектов профилактики. Сегодня дан старт операции «Зима-каникулы-2023». В период с 29 декабря по 10 января будет проверено по месту жительства более 400 семей. Это семьи, признанные находящимися в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей правонарушителей, а также все семьи, где есть дети от нуля до года, для того чтобы предотвратить различные неприятности. Это самая уязвимая категория детская. Будет уделяться вопросу организации досуговой занятости детей особое внимание, соблюдению режима трезвости родителей, а также правилам безопасности в быту. Профилактические рейды будут проводиться ежедневно, в разное время суток. Некоторые семьи в такие продолжительные праздники, как предстоят сейчас, специалисты различных субъектов профилактики посещают и дважды в день. В Абакане на учете состоит порядка 100 семей, находящихся в социально опасном положении, где воспитываются в общей сложности более 200 несовершеннолетних, и половина из них дошкольники. Первоочередное внимание тем, где совсем маленькие дети, частный дом с печным отоплением и другие факторы риска. Обращаясь к взрослым, я хочу в который раз добавить, давайте сделаем так, чтобы каникулы для детей были максимально интересными, полезными и творческими. Для этого в образовательных учреждениях будет предоставлена возможность для организации различного времяпровождения. Это и секции, это клубы, также открыты катки по месту жительства, в зоне отдыха замечательные локации. Пусть новогодние праздники будут спокойными, мирными и семейными. Федлана Побеляева, Василий Конзучаков, новости. Новогодние заплывы в преддверии каникул проходят в спортивной школе по плаванию Абакана. Но на кону в этот раз не медали, а хорошее настроение и сладкие подарки от Деда Мороза. Кстати, сам дедушка тоже приехал на праздник, чтобы поддержать будущих чемпионов. Ну как Дед Мороз смог пропустить такие соревнования? Конечно, он приехал к ребятам, чтобы пожелать им удачи. Перед Новым годом состязания в Абаканской школе по плаванию стали традиционными. В бассейне спорткомплекса имени Николая Булакина многолюдно. Обычно родителей на тренировки не пускают, поэтому такие старты – возможность посмотреть, чему научились их маленькие спортсмены в течение учебного года. Все хорошо. Как результаты? Отличные. Скажи, пожалуйста, почему любишь плавание? Потому что у меня сестра хорошо занималась, и я хочу быть как она. Плаваю, потому что я должен вытянуться, потому что мне 10 лет, а я такой низкий. Мне нравится плавать, потому что... Становишься счастливой? Да. Скажи, пожалуйста, а что ждешь от Нового года? Много веселья, подарков. Интерес к плаванию в Абакане растет с каждым годом. Желающих заниматься в школе становится все больше. Сейчас спортивные учреждения посещают более 500 детей. Сводит мороз, который всех детишек угощает шоколадом. Дети у нас довольны. Настроение у всех праздничное. Все готовятся к встречному году. Ну и пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Родителей, наших воспитанников. Пожелать всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. И приходите в бассейн. Давай быстрее, скорее, скорее. Юные участники поддерживают друг друга. Эстафета со стороны кажется простой. Но каждое движение пловцов – это работа всех групп мышц. Работа над собой. Умение управлять своим телом. В новогоднем заплыве приняли участие около ста детей. Уже завтра у ребят начнутся каникулы. Ну а Дед Мороз все желания обещает исполнить. Душа, вдохновленная Сибирью. В Абаканской картиной галереи имени Федора Ефимовича Пронских открылась выставка известного сибирского художника, заслуженного работника культуры Вальдемара Александровича Бурмакина. Вдохновлялась живописью Екатерина Сенгаева. Вальдемар Александрович Бурмакин – член Союза художников России, представитель старшего поколения художников Сибири. Он любил путешествовать, изучая красоты и пейзажи России. Но ближе всего по духу художнику была Сибирь. Маленькие деревеньки, чистое небо, многогранная яркая природа, которую художник отображал на холсте. То, что я вижу, мне очень нравится все это, мое родное. Мне особенно тоже ему нравилось, если помню, небо рисовать. Вот куда ни кинь, куда ни посмотри, везде небо, облака, облака неба. Ну, такой он был человек. Вот это для него было интересно. И отмечал он тоже мне, говорил, что лучше, чем природа, ничего не может быть создано. Он всегда был с кистью в руках, рассказывают родственники Вальдемара Александровича. Дома, в поле, у реки или просто на крыше избы в родной деревне. Теперь зритель, глядя на его картины, погружается в настоящий мир искусства. Среди 75 работ есть графика, картины масляными красками, гуашью, портреты, выполненные карандашом. Свой дар он сумел передать последователям, ученикам, мастерам, тем художникам, кто сегодня хранит память о своем наставнике. Вальдемар Александрович был очень активным художником, который с утра до вечера, так художники говорят, нарабатывал материал. Самое главное, что он открыл взгляд и привил мне, раскрыл направление реалистической русской живописи. Я, может быть, ничего не создам нового, хотя бы у меня теперь миссия другая, сохранить русскую школу живописи. А вот ученики, которые уже учатся в разных городах и стали очень хорошими художниками, они, я думаю, свое слово скажут. Выставочный зал «Челтыс» приглашает всех абаканцев и гостей города на новогодние каникулы посетить выставку, которая продолжит свою работу до 15 января. Екатерина Сеньгаева, Владислав Воронов. Новости. На этом пока все. В завершение выпуска новостей отмечу. Завтра, 30 декабря, в 19 часов, в прямом эфире телеканала «Абакан-24» на ваши вопросы ответит глава города Алексей Лемин. А в 20 часов не пропустите праздничный выпуск программы «Сегодня». А сразу после итоговое интервью с министром спорта Хакасии Сергеем Коченом. Отмечу, что еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале «Абакан-24» и во всех социальных сетях. QR-код вы видите на своих экранах. Присоединяйтесь. До свидания и всего вам самого доброго!